можно я подключусь пожалуйста галин да устала уже вы понимаете хотела не заходить если честно вот тема пришла и надо сказать два слова ну как можно 7 процентов отдать к какой-то компании причем тут компания это все внутри это все уходит в резервный фонд из этих семи процентов если не будет доходности на стороне как там где работает наше средство то из этих семи процентов добавляется доходность вы этого не знаете про какие семь процентов речь 7 процентов и покупки при продаже акции акция покупается платится 7 процентов акция продается платится 7 процентов и это все остается в резервном фонде. Причем тут компания. Это все работает внутри. Ну вот из тех, кто сказал сегодня о токенах, кто-нибудь имеет отношение вот к этим кабинетам или нет? К новым? Ответьте на вопрос. У меня нет кабинета, поэтому я сам интересуюсь. Ну так вот видите, так зачем плавать, зачем предполагать? Вот это все на предположениях и приводит вот к этим, как говорят, мифам, слухам и сплетням. Вот и все. А то, что люди выводят деньги, они за это сегодня живут. Вы же слышали, что кто-то сюда не пошел. Из 120 тысяч здесь осталось 60 тысяч. И эти люди пришли, кабинеты создали, зарегистрировались на новой платформе. И они живут и зарабатывают. Они покупают токены, они продают токены, и они на этом живут. Они получают на этом дивиденды. То есть они получают свою доходность. И они прекрасно себя чувствуют. А мы тут сидим и перетираем, и предполагаем. Не надо предполагать. Надо зайти и это посмотреть. А если не получается, ну, куда тогда двигаться дальше? Галин, Галин, меня смущает, вот когда вы говорите, люди довольны, люди зарабатывают. Ну, так извините, про Гермес мы тоже постоянно люди говорили. Люди зарабатывают, что пристали? Ну и что, и где заработки? Сейчас мы уже, люди 9 месяцев любуются циферками. Пока, как говорится, вывода нет. То есть, и на вот этот момент, на уменьшение баланса, то есть, да, у меня нет кабинета на новом сайте, но еще раз повторю, в системе блокчейн можно видеть все транзакции того первого кошелька, на который приходят платежи, и транзакции второго кошелька, с которого уходят платежи. И можно, несмотря на то, что у меня кабинета нет, но я, извините, четко вижу, что происходит с балансами этих кошельков. Раньше суммарный баланс рос, а сейчас он падает. И вы можете сколько угодно говорить, это там токены, это комиссии, это 7%. Очевидно, если баланс суммарный падает, это говорит о том, что денег в системе становится меньше, чем было раньше. Вот и все. Вы можете сколько угодно там про токены рассуждать или про 7%. И что вы хотите этим сказать? Если люди пришли, они тот кинокупили, они попросили финансовую помощь, они эту помощь вложили, она несколько месяцев работала, а сейчас у кого-то это 3 месяца, у кого-то это 6 месяцев, ну правильно, 12 месяцев еще не увидели люди, и люди снимают свою доходность. Они могут оставить ее здесь, а могут они снять, потому что у них получилась очень хорошая доходность. Что в этом плохого? Что в этом плохого? Да, когда люди поймут, когда люди разберутся, и те, которые с зеленых кабинетов, так называемые висты, они тоже подтянутся. Просто вот эти все сплетни, слухи, разговоры, переговоры, они пытаются, люди садятся и думают, ага, да, не было, какая-то внутрянка, да, вывода не было, да, не было системы, не было, ничего не было. А Константинов вообще говорит, что не было никаких инвестиций, не было ничего, и вообще все разворовалось. Так, конечно, люди должны разобраться. И вот с вашей помощью, спасибо вам, пусть бы больше приходило бы людей, а то что-то они, где-то они, пожалуйста, ну пусть вопросы задают. Ну, я же им не просто так говорю, что они за картинками сидят. Ну, пожалуйста, выходите в эфир. Ну, сутки меня стращали, сутки, что я-то же понимаю, я уже думала, что за мной с наручниками придут к утру. Ну, пока не пришли. Так где вы, ау, выходите, давайте будем общаться. Ну, я вам расскажу, пожалуйста, и про кабинеты, и про инвестиции, и про дивиденды сегодняшние, и что где находятся, и что компании никуда никакие деньги не уводят, они находятся здесь. Здесь, внутри. Понимаете? Внутри. Пока я все сказала. Задавайте вопросы. Спасибо. Дело в том, что, да, мы, собственно, для этого, господа, и собираемся. Кстати, вот нас уже 40 человек на созвоне, да, потому что, еще раз повторю, господин Василенко выбрал такую партизанскую позицию, он никак не комментирует ситуацию в проектах, и мы вынуждены именно обсуждать вот в таких кулуарных условиях, обмениваться информацией, но такое общение оказывается полезным, даже я какие-то моменты для себя новые там узнаю и так далее. А то, что вы говорите, люди зарабатывают, я не против, пусть зарабатывают, просто не хотелось бы, чтобы люди в очередной раз потеряли. Вот. А когда я вижу, что балансы, например, начинают падать, давайте, хорошо, вы можете сказать, но ты же не знаешь, может быть, балансы будут расти, возможно. Давайте предположим, два сценария. Пройдет Новый год, и балансы кошельков в новом проекте начнут расти, как и раньше. Замечательно. Это значит, что идет хороший рост, есть приток и так далее. Люди будут дальше зарабатывать. А если балансы начнут падать, и такими темпами, как бы они будут падать, ну, достаточно быстро, и это создает дополнительные риски. Вы можете сказать, ну, а где доказать, что Роман Василенко кинул? Он никого не кинул, процесс идет, выплаты там восстанавливаются, вот сайт, эти, базу данных восстановят к Новому году, и вывод рано или поздно наладят. Ну, так, извините, мы эти разговоры уже 9 месяцев слышим, что вот-вот восстанавливают, вот-вот все будет готово. То разговоры были про июнь, июль на дворе уже декабрь, извините. Сейчас, предположим, приблизится Новый год. Мы, конечно, надеемся, что, может быть, там какие-то сдвиги будут, а может быть, наступит конец декабря, новое объявление какое-нибудь появится. Да, ребята, мы уже все работы сделали на 96,7%, осталось еще совсем чуть-чуть, подождите-ка февраля 23-го года. Понимаете? То есть так можно до бесконечности сроки отодвигать. Ну, Андрей, мы же только сегодня обсудили, что вот были в Пайпро какие-то там предупреждения на месяц, еще на месяц, еще на месяц. В итоге же сделали. Всякое бывает. Андрей, а вот я с вами не соглашусь. Вы говорите, Василенко должен. Он никому ничего не должен. Мы говорим о компаниях, что у Василенко в кармане деньги лежат. Вот объясните, пожалуйста. Мы сейчас говорим о том, что есть взаимоотношения между банками, между системами, между странами, а мы пальцами показываем только в сторону Василенко. Вот мы сейчас работаем с новым кабинетом, у нас нет Василенко, но нет его. И нам он не нужен. Нам он абсолютно не нужен. Это физическое лицо. Мы занимаемся сами с собой. Мы общаемся, мы разговариваем, мы передвигаемся, мы людям объясняем. И поверьте, никто, никого, никуда не затаскивает. Людям все объясняется. Даже пенсионеры понимают. Даже пенсионеры. Когда пенсионер увидел, что через 6 месяцев у него что-то прилетело, а могло и не прилететь, да, положил под подушку, ну и что, ну положил. Но те, кто деньги хранят под подушкой, да пусть они хранят. У вас в чате тут море, тех, которые хранят под подушкой. Ради Бога. Не надо им ничего объяснять. Это чьеваться себе неприятностями. Ты им что-то пытаешься объяснять, они неправильно это понимают, а потом бегут куда-то заявление писать. Так зачем им что-то объяснять? Ну, послушают они, примут во внимание, не примут, но это уже их дело. А по поводу того, что и 9 месяцев, и 15, и вот мы все ждем, новости-то мы получаем. Заходите в кабинет, читайте новости, там все написано. Там все написано. И каждый из нас понимает, что инвестиции – это риски. Это риски. Они могут в любом месте схлопнуть. Строительство дома вложил, уже на стадии котлована все забрали, а квартиру и даже и близко не построили. Иди повторно бери кредит и вкладывай опять, если хочешь, квартиру. Такого нигде нет. Ну, объясните мне, пожалуйста. Галина, а зачем вы, а зачем вы в новый проект стали вкладывать, если Василенко тут ни при чем? Так, а при чем тут Василенко? Да. при чем тут Василенко? Вы, вы увидите, подождите, вы увидели первый попавшийся сайт в интернете под названием United to Live и туда вложили деньги? Вы же говорите, Василенко тут ни при чем. Нет, 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 я общаюсь с нормальными, достойными людьми, которые не бегают, не собирают сплетни, слухи и не нагнетают обстановку. Сели, пообщались, поговорили, увидели, увидели, что это такое, как это работает, понаблюдали и решили, решение приняли. Каждый сам для себя. Каждый сам для себя. Ну, не так что ли? А как Вы это увидели? Не главный руководитель компании, не главный руководитель, одно лицо. Одно лицо не может никогда создать какой-то продукт или какой-то проект. В этом должны участвовать все, в том числе и я, ну и вот, и кто в этой программе участвует. Пожалуйста. Это, это команда, а не один человек конкретный. Ну. Галина, как Вы это увидели? Компания всего лишь без малого года, а Вы это увидели. Как? Объясните, вот мне вот, трейдеру, скажем так, со стажем 15 лет. А, трейдер со стажем 15 лет, Вы тоже, когда приходите, работать на бирже, Вы тоже там где-то спрашиваете, компания, сколько лет, где зарегистрировано, так, так, где учредители, и покажите мне их фамилии, лицо, тут же лично, мне с ним встречу. Вы этим занимаетесь, трейдер? Галина, сейчас говорим про Вас, а не про меня. Как Вы это увидели? Можете мне пояснить? Так вот, я объясняю Вам точно так же, как Вы мне говорите, так, как и Вы увидели. Ответ Вам понятен? Как трейдер, как Вы. Понятен? Нет, мне непонятно, объясните, пожалуйста, по-другому как-то объясните, пожалуйста. Вот я по-другому объяснять не буду, хотите понимать, а хотите не понимать, это Ваше право. Трейдер. Потому, Галин, смотрите, хорошо, я вот не трейдер, я не буду ссылаться на трейдинг. Смотрите, смотрите, в интернете проектов полно, мы все это знаем. Вот, допустим, лидер Life is Good, Сергей Санников, в конце 21 года, вообще ушел из Life is Good, сделал свой проект. И многие лидеры, насколько я знаю, пошли вообще туда. Проект Сергея Санникова. Вот Вы говорите, я пообщалась с грамотными людьми, они мне все показали, объяснили, я зашла. Ну, так замечательно, так это про любой проект, можно так сказать. Еще раз повторю, а где вообще доказательства, что проект Unite to Life, вообще связан с Романом Василенко? Я вот таких доказательств не вижу. Нет ни одного ролика, ни одной презентации, где бы Роман Василенко выступил и сказал, ребята, это мой проект. Может быть, да, мы видели ролик, где Андрей Таран выступает, да, бывший лидер Life is Good. Так может быть, это проект Андрея Тарана, он как Сергей Санников решил взять и создать свою компанию, и создал, и все ломанулись туда, а мы тут почему-то обсуждаем Романа Василенко. Может быть, Василенко сейчас, сидит и хихикает, что, а, вот все как поперлись в новый проект Андрея Тарана. Ну, нелогичная разговора. Мы с вами про Санникова говорили. Если вы хотите сказать про Санникова, я к нему на пушечный выстрел бы не прошла, подошла бы. Я его изучила с первых дней. Вот как только это все соскармилось, как вы выражаетесь, я его изучила. Все, всю поднакотную этого проекта, который он хотел создать. И не будем об этом. Это будет отдельная тема. Хорошо, хорошо. Вы решили не ходить за Санниковым, а в проекте United to Live за кем вы решили ходить? Я со своей командой. Я со своей командой. Это 5 человек, 10, 20. Не важно. Это команда. Вот если Санников создаст такую команду или тот же Таран, я посмотрю, из той, из чужой компании увезти, команды увезти людей и попытаться что-то создать, ну, вы знаете, может быть только те, которые за слухами и за чем-то еще ходят. Может, они к нему и подадутся. Я туда не подадусь. команда это хорошо. Еще раз, когда вы принимаете решение присоединиться к какому-то проекту, вы же взвешиваете за и против. Да. Вот в проекте United to Live кто вообще его создатель? На сайте нет никаких упоминаний. Кто за ним стоит? А зачем мне вам это объяснять, если вы к этому никакого отношения не имеете? Вот и все. И задаете вопросы, как трейдеры. Я трейдер, мне отвечаю. секунду. Галина, Галина, объясняю. Галина, я объясняю. Я блогер с 21 тысячей подписчиков. То есть я могу, допустим, если вы мне приведете аргументы, что вот этот проект United to Live действительно крутой проект. И, кстати, запись нашего разговора будет выложена потом на моем канале. То есть вы можете сделать либо рекламу этому проекту, либо антирекламу. Решать вам. Так я уже и так ее делаю, а что вы не видите? Уже так, что мы делали здесь. Так вы знаете, уже, наверное, весь мир знает. И весь мир знает об этом. Замечательно. Галина, так факты, понимаете, факты нужны. Не просто разговоры. Мне понравился вот этот сайт, и мы с командой зашли. Куда вы зашли-то, да? Факты нужны, понимаете? На платформу мы зашли. На платформу. Достаточно вам этого? Да, железнодорожную платформу мы зашли. Может быть. Может быть. Вот давайте, вот давайте мы ее и обсуждаем. Недельку. Недельку пообсуждаем. Вот эту платформу. А я поднимаю. Да, Альбина хороший вопрос задала. Кто руководитель всего этого? Кого потом искать? В проекте Life is Good главным было Василенко. А здесь даже искать никого не надо, потому что его как бы и нету, да? Ну считайте меня. Ну считайте меня. Вот и все. Это ваш проект? Мой проект. Мой проект. Считайте так. Ну вот она. Ну задаете вопросы, Андрей, ну вы сами подумайте, вот какие вопросы вы задаете. Ни одного человека нет, который здесь на этой платформе, скажем так. А вы спорите и рассуждаете. Ну пожалуйста. Я согласна. Вот я сидела со стороны, наблюдала, не хотела заходить. Ну как? Ну потому что вы несете, ну не вы лично, простите, не вы, но кто-то зашедший. Ну разве так можно? Особенно к трейдеру обращаюсь. Ничего личного. Галина, хорошо. Нет, нет, личного ничего. Я понимаю. Убедите, убедите меня, чтобы я зашел в вашу платформу. Вот мне уже 7% ваши не нравятся по одной простой причине. Потому что если мы, ну дайте мне тут сказать, пожалуйста, если мы заходим на платформу Binance и регистрируемся, и покупаем там, скажем, своего рода некие токены, они покупаются бесплатно, без комиссий. Ну-ка, вот теперь мне объясните, пожалуйста, какие вы там 7% платите, кому, и можно ли посмотреть, за что, вернее, как, эти 7% вы говорите, в какой у вас там фонд, отдаете вы в какой фонд? Резервный. В резервный. А вот что в резервном фонде находится, можно взглянуть, посмотреть? У вас же есть ваш личный кабинет, взгляните, посмотрите, что там находится в этом резервном фонде. Приходите на консультацию, на презентацию, я вам все расскажу. Я это уже слышал, это неинтересно и долго. Ну, неинтересно, но неинтересно, так что я буду вам объяснять, если вы туда не пойдете, что вам объяснять? Вы у себя трейдерствуйте там, вот у себя там трейдерствуйте, и не сравнивайте, несравнимые вещи, вы пытаетесь сравнивать несравнимые вещи, вот и все, все, что вы хотите сделать. А с чем можно эту платформу сравнить тогда хорошо? Ни с чем. Для вас лично, для вас, как для трейдера брокера, для брокера биржевого, ни с чем. Вот идите к Санникову, он там вас пригласит и даст вам 100 тысяч долларов, и будете гуляться на бирже. Какие проблемы? У него да, у него так. А здесь по-другому. Санников раздает деньги? Конечно. Сходите к нему на вебинар. Вы вот как раз таки, у вас такая хорошая, задатки такие классные, сходите к нему, 100 тысяч долларов получите и погуляйтесь на бирже. Я привык работать со своим капиталом, зачем ничего делать? Вот видите, вот видите, зачем переводить тогда другие проекты? Вы работаете в своем проекте, мы работаем в своем проекте, все нормально, какие проблемы? Что нам, что вы к нам пойдете? Давайте тогда я вам поясню немножечко, давайте я немножечко тогда вам поясню, как финансовому консультанту. Обычный трейдер, 95% из всех трейдеров деньги сливают. Ну и чужие деньги вы имеете в виду, правильно? Ну ваши, ваши я имею в виду, ваши. Ну правильно. Вы же сами не инвестируете. Вы думаете, я этого не знаю? Не надо меня учить. Не надо тут рассказывать сказки. Все это мы знаем. Поэтому, пожалуйста, вы свои вопросы обсуждайте. Обсуждайте свои вопросы. Кто чьи деньги сливает? Вот у Санникова то точно будет сливать. Вот я вам стопроцентную гарантию даю, то точно там будут сливать. Вот он попытался переманить людей от Романа. И что? Вот они там не то, как висе посливают. Потом посмотрим. Вот готовьтесь, будете новую пирамиду скамить. А мы свои вопросы перешаем самостоятельно. По поводу того, что трейдеры сливают, как вы говорите, 95 сливают, но 5%-то зарабатывают. Вот, по всей видимости, можно сказать, что у нас работают как раз те самые 5%, которые не сливают, а зарабатывают. Только про которых никто не знает. Да. Это секретные, невидимые трейдеры. Как всегда. Так, коллеги, есть что добавить? Комментарии, вопросы? Ну, вообще-то есть. Я бы хотел под конец дополнить то, что, ну, во-первых, толку записывать Роману Викторовичу Василенко итоговое видео о том, что происходит в компании, если они не прикреплены делами. Вот, например, создатель этого финика. Я не знаю, как его зовут. Я вообще узнал об этой компании, когда она уже разорился через месяц. Кирилл Доронин. Ну, тем более. Вот, он тоже записал видео, в котором он сказал то, что да, там у нас проблемы, ничего, скоро наладим, а что толку от этого? Вот, так что, я считаю, во-первых, Роман Викторович в первую очередь несет ответственность перед теми людьми, которых он лично привел, он сам. Я говорю про магистров, которые состоят в этом холдинге, про директоров там десятых, там одиннадцатых, тринадцатых карьерных уровней, вот, которые имеют отношение лично к нему. Он сначала за них несет ответственность, а уже потом эти директора, магистры, там директора вот этих высоких уровней потом ведут, несут ответственность за тех, кого они привели, а те, в свою очередь, за тех, кого их подопечные привели и так далее. Я вот что хочу сказать, то, что, во-первых, все-таки претензии сначала к тому человеку, который тебя привел. Если там кто-то писал, что зачем надо было приманивать людей, обещать им высокие выплаты и все такое, ну, я скажу, во-первых, это претензии не к Роману Викторовичу, это все-таки претензии к тому человеку, который тебе это говорил. Я вот что-то не припомню, чтобы Роман Викторович обещал там золотые горы. Вот. Если их обещал куратор, все вопросы к нему. И не надо это самое, куратору, который тебя привлек, сваливать всю ответственность там на Евгения, айтишника, который там подставил, или Романа Викторовича, который там не уследил. Они не виноваты. Виноват именно тот, кто тебя привел. Ну, и, конечно, тоже виноват, ну, честно говоря, ты. Я не хочу сейчас кого-то оскорблять, говорить, что вот вы дебилы, вы там все поверили и так далее. Я это делать не буду. Я понимаю то, что все-таки человек, который все-таки решил рискнуть, чтобы заработать, я действительно таких одобряю. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Вот. Зато это будет уроком. Нужно быть более такими бдительными. И, конечно, надо понимать то, что все-таки куратор, как-никак, твой начальник. И когда начальство иногда лажает, с него все-таки надо спрашивать, а не так это самое разевать. Так что я считаю, все-таки сначала все-таки надо спрашивать у своих кураторов, почему они не информированы, почему они не спрашивают у тех людей, которые их подписали. Вот. Почему мало информации о компании. Я считаю, все-таки надо с кураторов спрашивать. Пусть они распространят своих кураторов, те своих кураторов и так по цепочке. Я считаю, все-таки так надо действовать, а не сваливать вину того, что там Роман Викторович во всем виноват, нас не информирует. Я считаю то, что он и так выполняет свою работу. Он бы нас оставил давно, тем более мы знаем, что сейчас происходит в мире. Мне кажется, что повод оставить все как есть идеальный, тем более на счетах Виста денег более чем достаточно. Он может обеспечить и себя, и своих детей, и своих внуков, может даже и своих правнуков. Но я считаю то, что раз уж над проектом работают, а меня все-таки жизнь научила то, что сначала надо все-таки смотреть, как человек на деле проявляет свою самоорганизованность, а не на словах. То, что слова и действия – это все-таки разные вещи. Если на делах компания прикладывает все усилия, чтобы выводы были как можно быстрее, и она пока свои обязанности выполняет, значит, ей можно видеть. У меня все, спасибо. Спасибо, Денис. Только видишь тут, какой нюанс ты говоришь, что надо спрашивать у кураторов, а те у своих кураторов и так далее. Извини, сетевой маркетинг построен на чем? Это информация. Если руководитель компании сам не считает нужным давать информацию людям, то возникает так называемый сломанный телефон. Уходить от такого руководителя. Уходить. От Романа Василенко? Я про него сейчас говорю. А, это я думал, вы прокуратор. Дорогой мой, я говорю про Романа Василенко, который за 9 месяцев не удосужился записать ни одного видео, ни одного вебинара. Смотри, у нас смешные разговоры даже сейчас получаются. Ты спросишь, о чем? О том, я спросил, а где доказательства, что новый проект, Unite to Live, вообще создан Романом Василенко? Нет, на сайте Unite to Live нет ни одного упоминания о Романе Василенко, нет ни одного ролика или презентации, где он лично бы сказал, ребята, это мой проект. Понимаешь? То есть можно, я что, нелогично рассуждаю? Сергей Санников создал свой проект, и туда пошли многие лидеры Life is Good. Так может быть, то же самое сделал лидер Андрей Таран. Создал свой проект под названием Unite to Live, и все рванули туда. С чего ты вообще взял, что Василенко имеет к нему отношение? Ну, Гермес тоже не было ссылки на его сайт и прочего, однако он говорил, что это был хуже, с которым он сотрудничал. Да, ну, во-первых, есть старые еще презентации, где лично выступал Василенко, и он рассказывал и про счет Виста, и про кооператив, и так далее. Он лично делал презентации. Это, во-первых. Во-вторых, на всех конгрессах, мы прекрасно знаем, выступал этот Йоган Риглер, представитель компании Гермес, и делал отчет. Если бы, ну, если бы Гермес не имел никакого отношения к Роману Василенко, спрашивается, почему на конгрессах выступает этот товарищ. То есть, ну, видишь, еще раз повторю, если бы Василенко именно занял, ну, последовательную позицию, записывал бы видео лично, проводил вебинары, у нас бы не возникали эти вопросы. А у нас возникают. С чего вообще взяли, что проект Unite to Live относится к Василенко? Вот даже ты сам приводишь аргумент. Если бы Василенко хотел, он бы давно все забросил. Так, а может быть, он забросил. Может быть, проект Unite to Live – это проект Андрея Тарана. Понимаешь? То есть, вот у нас тут получаются такие беседы. Пожалуйста. Я и с вами соглашусь, да, и с Денисом соглашусь, а еще и больше с собой соглашусь, что я наблюдал за последние три года. Очень много было вебинаров, и вот это, как иностранцы говорят, тумач бля-бля, да, когда много говорят. И все сто процентов соскабились. Ну, здесь что-то другое творится, поэтому тут только время сможет рассудить. Те много тоже говорили, много обещали, и вебинары проводили, и последние доборы там брали, и постоянно были на связи. Только об этих компаниях уже и даже многих и забыли, да. И за прошлый год только насчитал 70 скамов. Поэтому, а здесь, ну, как мне кажется, больше делают, чем говорят. И вы правильно заметили, да, что это сетевая компания. А в сетевой компании не надо там эгей, там, флагом где-то там со сцены говорить. Достаточно первой линии своей работать. Та первая линия, в свою очередь, со своей первой линии должна работать. И в связи со сложившейся ситуацией, сейчас со сцены откуда-то что-то еще вещать. Ну, я думаю, это мое личное мнение, чтобы палки в колеса не ставили лишние. Люди там ничего там не копали, кто там лидирует и что делают. А делают, мне кажется, уже на опережение. Ну, и посмотрим, чему это все приведет. Возможно, я буду ошибаться. Возможно, кто-то из чата будет ошибаться. Вывод сделаем, когда начнется конгресс. Это конгресс будет в начале февраля. Так что поживем, увидим. А пока что, ну, как говорится, ждем конгресса. Посмотрим, что там будет. Понимаете, вот, ребят, опять же, вы говорите там, ну, он делает. Ну, хорошо, а в чем дела-то состоят? Если бы 25 ноября мы вдруг увидели, что кабинеты, наконец, заметьте, я 25 ноября, это Андрей Жариков, что ли, дату придумал? Это вообще-то они обозначили. Крайний срок восстановления базы данных 25 ноября. Ну, пришло 25 ноября. Появилось новое объявление, что мы, видите ли, восстановили там базу данных на 87%, вот, до Нового года будем восстанавливать. То есть, вы говорите, работа ведется. Так это пока только разговоры о том, что работа ведется. А что там на самом деле ведется, непонятно. Понимаете, я бы согласился, если бы мы увидели результаты этой работы. Там вывод открылся и так далее. А пока этого нет, пока это очередное ожидание. Ну, Денис, ты сказал там по поводу Конгресса. А уже в новом проекте, по-моему, в Турции, да, там, где в Армении было мероприятие. Уже несколько мероприятий было. Так, Альбина пишет. 25 ноября вмешался на Бойченко и все сломал опять. Да, видимо, так. Так, Дмитрий, почему администрация Гермеса пишет, что верифицируйте в зеленом кабинете и не затягивайте, чтобы провести интеграцию. Ну, согласен, Дмитрий, это как бы правильный аргумент. Мои слова, что нет связи именно с нового проекта United to Life с Романом Василенко, это я как бы подкалываю так. Я, конечно, понимаю, скорее всего, с вероятностью 99,9% это его проект. Но если уж на то пошло, повторю, никаких железных доказательств того, что это его проект, у вас нет ни у кого. Нет ни одного ролика, нет ни упоминания на сайте и так далее. Понимаете, мы об этом судим только по косвенным признакам. И, кстати, я вот сейчас вспомнил, смотрите, помните, у нас был созвон с Андреем Крындушкиным, который в Life is Good не участвовал, но Василенко знает уже много лет. И по словам Андрея, поскольку сфера деятельности у них похожая, Андрей, помните, что сказал, у Романа Василенко денег нет, но он может сейчас за счет нового проекта попытаться выполнить свои обязательства. Так вот, вы спросите, а что это ты обращаешь внимание на вот эти балансы-то? Там растут эти балансы или падают? Так потому что как раз эти балансы, они и показывают, а что происходит с новым проектом, растет он или сжимается, скукоживается. Пока с мая по ноябрь балансы росли хорошо, можно было рассуждать, что проект развивается успешно, сеть растет, количество денег растет. А это значит, что у Романа все больше возможностей там как-то выплачивать инвесторов. А извините, если баланс начал скукоживаться, уменьшаться, это говорит о том, что того развития, которого ожидалось, оно не получается. На спад пошло, понимаете? То есть, я спорить не буду, может быть, мы понаблюдаем еще месяц, и там после Нового года будет новый рост, но пока вот так. Андрей, новая площадка, но насколько я понимаю, это вот как мы сейчас только что мусолили UnionPay, PayPro, всего лишь навсего инструмент для вывода ввода средств, ну, более такими современными способами. А то, что там приходит, уходит, должен расти или нет, там достаточно и так денег. Вот вопрос, есть ли вот эти вот активы, куда вкладывались все 8 лет деньги, да, это остается под вопросом. Ну, скорее всего, поэтому, наверное, как я уже повторяюсь, да, и не добрались до этих денег. Возможно, и инвесторы не доберутся, а возможно, все деньги нам будут принадлежать еще и в большем количестве. А это всего лишь навсего современная площадка по вводу, выводу средств. И всего лишь навсего. На блокчейне прописали новую программу, чтобы уже не на бочинке сидел там своим кривым пальцем нажимал на кнопку «Интер» и пробелок, а уже эта система работала, и все видели, как она работает, и куда что, уходит и приходит. Поэтому это мое лицо мнение. И должны там приходить деньги или нет? И я вообще удивлен, что там вообще какие-то там средства есть, а не просто там ноль, и все ждут, когда будет интеграция одной платформы с другой. Андрей, можно тоже пару слов сказать? Конечно. Очень удобно, кстати, вот, что вы сделали отдельный канал, да, где только, где нет переписок, а только вот сообщения какие-то полезные. Вот я сейчас на этом канале специально зашла, посмотрела сообщение вот от 25 ноября, а до этого было от 1 ноября. И здесь ничего не сказано о том, что будут выводы. Здесь написано, ну, могу весь, конечно, прочитать. Тут написано о том, что пройдите, пожалуйста, идентификацию по процедуре, описанной в личном кабинете. Всем верифицированным аккаунтом сегодняшнего дня доступен функционал внутренней переводы. Команда разработчиков будет сопровождать текущий процесс. Ну, это я укорочно читаю. И следующие новости, и дальнейший план озвучим после 25 ноября. То есть следующий план после 25 ноября озвучили. В принципе, все обязательства выполнены. Я дословно прочитала из вашего сообщения. Ну, точнее, из объявления. Да, я согласен, что никто не обещал, что 25-го откроется вывод, но они сами как бы спрогнозировали, что к 25 ноября, ну, там как, по-моему, 18-е-25-е, да, то есть они разброс сделали, что они закончат работу над восстановлением. По факту не получилось. Конечно, я прекрасно знаю, что в мире IT, как многие IT-шники говорят, там надо все сроки увеличивать, там чуть ли не в два раза, потому что эти прогнозы, ну, сложно соблюдать, потому что неизбежно в ходе работы там возникают какие-то непредвиденные, там, моменты, нюансы и так далее. Ну, да, ну, то есть, и смотрите, вот я 25-го числа, да, сейчас читаю объявление, что там написано. Обработано 87% информации, следующим этапом будет калькулирована доходность за февраль. Ну, тоже я тут пропускаю кое-что. После новогодних праздников представим вам план запуска и процедуру ориентировочные сроки. То есть никто не обещает после Нового года сказать, все будет вывод. Здесь написано, что предоставят план запуска, что-то еще было про интеграцию с новой платформой, по-моему, где-то. Ну, я, видимо, пропустила глазами. И что будут очередные сроки. То есть на данный момент все говорит только о том, что проходите верификацию, связывайте кабинеты, и потом будет новая информация. Я так поняла, что с верификацией многие застряли. Вот опять мы сегодня много про Paypro, да, разговаривали. И я помню эту историю, когда там вот эта очередь возникла, да, на регистрацию в Paypro, и люди жалуются, почему они выводят, а я вот еще никак не могу очереди на верификацию, там даже, ну, там тоже какая-то верификация была. То есть я еще очереди не могу, ну, потому что все разом туда ломанулись, поэтому и очередь, что непонятного-то. И сейчас, скорее всего, по верификации такая же история, потому что тоже в чатах можно наблюдать, что кто-то кричит, у меня долго, а кто-то говорит, что у кого-то быстро. Видимо, кто раньше подал, у тех быстро. Скорее всего, сейчас просто, ну, я так понимаю, люди еще долго будут эту верификацию проходить, потому что кто-то еще даже вообще не начал. Так вообще-то многие не прошли верификацию. У меня, ребята, есть простой рецепт. Вот, допустим, предположим, из всех тысяч людей, которые зарегистрированы, предположим, что, ну, допустим, 500 человек прошли полностью верификацию. Если мы предполагаем, что у Романа Василенко где-то там есть активов на миллиарды долларов, то есть деньги есть, да, вот представим себе картину, открывается вывод для тех, кто прошел верификацию. Кнопка «Вывод» появляется, и ребятушки, и девчатушки, которые верификацию прошли, нажимают кнопочку «Выводы» и начинают выводить. И начинают там делиться этим в чатах, в соцсетях, выкладывать скриншоты. Что там, хейтеры говорили, что вот все соскамилось, не работает вывод. Так вот, натеся, выкусите, вот, пожалуйста, скриншоты наших выводов. Понимаете? То есть, хорошо, я о чем хочу сказать, что даже если из сотен тысяч людей, у которых были счета, пусть даже 500 человекам выплаты сделают, это уже будет большой резонанс, позитивный, потому что вывод работает, да? Потому что систему блокчейн, опять же, она не вред. То есть, каждая транзакция, она подтверждена соответствующей ссылкой или хэштегом. То есть, там ничего выдумать, ну, не на фотошопе же в блокчейне, скажем так. Так вот, а теперь представьте себе те люди, которые даже скептики, даже кто-то, может быть, уже заявление в правоохранительные органы накатал. Когда он увидит, что уже по соцсетям и чатам пошли вот эти доказательства, что вывод работает, конечно, но у них будет дополнительный стимул быстрее проходить верификацию. И это один момент. Второй момент. А что, компания, у которой миллиарды якобы где-то там существует, она что, не может увеличить количество сотрудников? Почему-то биржа Binance, у которой, наверное, десятки миллионов клиентов по всему миру, спокойно, ну, я вот зарегистрировал на Binance, я тоже там прошел верификацию. Правда, ну, не помню, сколько дней это заняло, но прошел. То есть, каким-то образом крупные компании, биржу умудряются обслуживать десятки миллионов людей, а тут какие-то несчастные там 450 тысяч. То есть, мне кажется, для компании, якобы обладающей миллиардами, это вообще не проблема масштабирования. Можно на время там нанять дополнительных сотрудников в IT-отдел, которые там ускорят процесс верификации и все. Если кто-то здесь айтишники присутствуют, пожалуйста, ну, поправьте, если я не прав, я не айтишник, я просто на свое разумение рассуждаю. Ну, вот с последним вашим тезисом я бы поспорила, потому что тот, кто обжегся на молоке, на воду дует. Я бы на месте руководства не допускала посторонних айтишников точно. Но это единственное, с чем бы я поспорила. Со всем остальным я, в принципе, согласна с вами, что вот вы сейчас сказали. То, что действительно это было бы стимулом и показателем. Но теперь представьте, и как бы тогда реагировали у нас те, кто не прошел верификацию? Они бы кричали, вот, опять только верхушка получила, все только для них сделано, а мы, простые люди, тут остались не у дел. Ну, так вы же сами ее не проходите. Кто вам не дает-то, делайте бесплатно же. Какие проблемы? Делайте. А можно я дополню, вот, Алена, тебе то, что мы говорим об этом? А почему надо какие-то дополнительные средства еще вбрасывать каким-то айтишникам, чтобы они это все, как говорят, восстанавливали? А кто эту кашу заварил? Ведь это же деньги не будут с какого-то там чужого кармана. Это же с нашего кармана деньги пойдут айтишникам. И мы хотим, чтобы они тут по ускоренному варианту, как ракеты, все это делали. Они денег потребуют. Это никто не обдумывал эти все вопросы. Поэтому как работают, так пусть и работают. У нас сейчас тема другая. Мы же делом занимаемся. Делом занимаемся. Вот, ходят, пойдем в суд, посидим, посмотрим, как осудят, как... А потом в обратку будем раскручивать. Тоже время пройдет. А там уже может действительно подтянутся те, которые... Ну вот я повторюсь и поддерживаю Алену. Опять верхушка первая успела верификацию пройти. Она получит деньги? А те, которые вот сейчас в вашем части сидят и спорят, они не получат. Что будет дальше? Галина, относительно денег, смотрите. Значит, во-первых, когда сайты все накрылись, да, в начале марта, прошло уже 9 месяцев. На протяжении 9 месяцев никто из Гермеса ничего абсолютно не выводил. То есть предположим, что где-то там у Романа Василенко есть активы на миллиарды долларов, которые где-то там работают и приносят прибыль, да. То есть 9 месяцев ни один инвестор Гермеса ни копейки не вывел. То есть все эти деньги полностью в распоряжении Гермеса, Романа Василенко или кто там рулит. То есть у них денег должно быть, ну просто там куры не клюют, да, как помните мультик «Скрутш, Макдак» там в золоте купается, понимаете. А вы тут все переживаете, что там денег на программистов не хватит. Да у них, если верить отчетам компании Гермес, согласно которым у них там миллиарды долларов, то у них нет никаких проблем с деньгами. Наняли там десяток другой лишних там айтишников, опять же Алена говорит, это типа может повредить безопасности. Подождите. В данном случае эти айтишники, которые верификацию делают, они к финансам никакого отношения не имеют. У них задача мелкая, проверять документы. Загрузил человек там свои документы, посвятил лицом в камеру, в камеру там удостоверили, что это он есть он, Вася Пупкин есть Вася Пупкин, все, верификация пройдена, понимаете. Причем тут финансы. Тут даже если вдруг попадется какой-нибудь мухлевщик и скажет, что Вася Пупкин не Вася Пупкин, и что, это какую-то проблему создаст? Я не вижу тут проблемы. Доступа к финансам у них не будет. Конечно, он создаст проблему. Он даст доступ к чужим деньгам, к какому-то постороннему человеку. Набойченко тоже не имел, как он говорит, доступа к финансам. Тем не менее, сколько проблем создали. Поэтому айтишники-то очень серьезно. Но, еще раз, это все решается уровнями доступа. Я уже приводил пример. Вот там говорят, ну, никто же не ожидает предательства. Вот типа вот Набойченко, его там программисты предали Василенко, и вот все это завертелось. А я уже приводил пример. А как так получается, что мы на сайт Сбербанка заходим, что-то я ни разу не видел, чтобы на сайте Сбербанка или ВТБ или Альфа-банка появилась надпись. Вы попали в пирамиду, значит, и пишите заявление в полиции. Почему-то с банками, с нормальными там организациями такого не бывает. Может быть, у них какие-то инопланетные айтишники, которые никогда никого не предают? Так нет же. Проблема-то в другом, что в нормальных компаниях всегда существуют службы собственной безопасности, которая проверяет сотрудников, внедряет, извините, даже такие организации, как ФСБ, ГРУ и прочие серьезные конторы, у них тоже есть собственная безопасность, потому что они понимают, что любого человека можно там подкупить, как говорится, шантажировать и так далее. И они заранее продумывают моменты, как от этого обезопаситься, чтобы этого не произошло. То есть люди-то везде одинаковые, что там в Америке, что в России и так далее. Просто нормальные компании заранее продумывают вот эти шаги. И сам момент, что это произошло, это, извините, на мой взгляд, это говорит как раз о том, что господин Василенко не предусмотрел этих шагов, что вот у него как-то вот оно так из-за предательства все накрылось медным тазом. Ну, Андрей, действительно, проблемы возникли, никто с этим не спорит, да, я не о том хочу сказать. Вот если бы я принимала какие-то решения, я бы, допустим, да, там занималась чем, не знаю, верификацией, вот я бы точно не стала допускать лишних людей к этому процессу. Вот точно. Вот есть три человека, пусть эти три человека и делают. Пусть долго, но зато надежно. Зато я точно знаю, что они сделают хорошо и правильно. Потому что и все, что вы говорите, вот Гермес там, у него там вся прибыль, все дивиденды там за весь этот срок, да, остались. Но это же деньги инвесторов. И если сейчас опять же растрыкать эти деньги инвесторов, а они ведь ждут начисления, ведь все ждут начисления доходности, ведь всем интересно, что там будет, как там будет. То есть, ну, я тоже считаю, что это не совсем правильно лишний раз тратить какие-то деньги. Да, вообще мы, ну, не о том говорим, не это главное. Главное то, что работы ведутся и что действительно там верификация проходится. И да, создалась на нее очередь. Ну, как есть, так есть. Ну, а если все за один день, вот завтра появится кнопка вывода, да, как вы говорите, скажут, все, да, все директора себе вывод сделали, а мы не можем. И все в один день там, все там сколько осталось там 400 тысяч, 400 тысяч, 300 тысяч неверифицированных побегут верифицироваться. Да никакой штат айтишников с этим не справится быстро. Это все равно потребуется время. А все это время у кого-то будет вывод работать, а у кого-то нет. Я просто не понимаю, ну, люди-то, ну, что, ну, бесплатно же, ну, е-мое, кнопочку-то нажми, верификацию пройди. Ну, в чем проблема-то, если тебе нужны деньги? Если не нужны, другой вопрос. Ну, смотрите, если у одних вывод уже заработал, а у других не работает, ну, так кто первый встал, того и так. Те, кто первые подали документы на верификацию, ее уже прошли, уже начали выводить. А то, что вы говорите типа директора, якобы, так извините, вот, допустим, у нас в чате 900 человек. Предположим, из чата там 10 человек отписались, что мне уже начали выводить. Мы же общаемся, мы же, например, там, ну, можно спросить, ну, кто директор, кто не директор и так далее. И если мы видим, что человек там простой инвестор, который скажет, да какой я директор, я ни одного человека не пригласил. То есть мы видим, что выводят даже обычные люди, причем тут директора. В бизнесе есть понятие, ну, расходы, да, то есть, извините, если владелец ресторана, допустим, у него какие расходы? Аренда, значит, там, зарплата сотрудникам, покупка продуктов, оборудование и так далее, да, текущие расходы. И, извините, для бизнеса бывает опасно просто на чем-то экономить. Ну, хорошо, ты сэкономил на поваре, нашел там какого-то криворукого повара, который невкусно готовит. И что? И твой, извините, ресторан через полгода закрылся, потому что ты просто потерял всех клиентов. То есть, как бы, о чем мы говорим, компания, которая имеет на счетах миллиарды и которая там каждый месяц имеет прибыль, умножьте 1% миллиард, это сколько у нас, 9 нулей получается, 1 миллиард, значит, 10 миллионов долларов не хватит, чтобы айтишникам заплатить? Нет, Андрей, я не говорю о том, что экономить на этом. Во-первых, я говорю в первую очередь, что чем меньше людей знают, тем лучше для безопасности. А во-вторых, я говорю, что люди сами не проходят эту верификацию, они же сами не подают эту заявку. Это же не зависит от количества айтишников, правильно? Вот сейчас есть в запасе время, пожалуйста, нажмите на кнопочку, загрузите документы, тысячи инструкций везде, где только каких нет. Пожалуйста, все сделайте, все подключите и ждите дальше следующего объявления после Нового года, что дальше будет. А вдруг вот как раз тогда и появится заветная кнопочка вывод, тогда уже сможете этим воспользоваться. И опять хочу пример с моим любимым кооперативом привести. Когда начали возмущаться, кому там стали выплаты проводить вот в первую очередь? Да тем, кто документы вовремя оформил, вовремя подал. Тем, кто не кривлялся, почему я должен реально заверять, это же тысячу рублей стоит. А тем, кто это сделал. Тем, и были выплаты произведены. Это же не зависит от ранга. Кто директор, он там или кто там, генеральный директор или там просто инвестор или кто еще. Это зависит от того, насколько человек готов вовремя оформлять документы, готов вовремя предпринимать какие-то действия. Ведь информации море. Я понимаю, что если бы у людей не было информации, если бы вот эта верификация была какой-то секретной, допустим, не всем сказали, сказали только избранным, тогда можно было бы говорить о том, что ну да, кто-то там кому-то только по блату сказал и вот блатные выводят. Но ведь на самом деле эта информация открытая для всех, пожалуйста, проходите, делайте, загрузите документы, подтвердите свою личность, что там лежат ваши деньги, что вы имеете на них право и тогда дальше будете уже ждать с оформленными документами, с оформленным кабинетом, с оформленной верификацией. Я вот об этом говорю. Я не говорю о том, что деньги тратить или не тратить. Я говорю о том, что люди сами не делают, а потом жалуются. Ну вот, когда вывод откроется, пусть даже для небольшого количества вначале, для остальных это будет стимул, что наконец-то они увидят, что заработало. Вот Ирина Бабкина пишет, если мы пенсионеры не понимаем, как делать эту верификацию и еще два FL. Ну так вот, Ирина, опять вопрос, а где нормальные инструкции? Почему, может быть, есть эти инструкции? Так выложите в чате. Да есть инструкции, есть же инструкции, уже же, по-моему, выкладывали. Ну давайте поищем. Ну давайте ссылку еще раз, да. Да, давайте я попрошу пока воспользоваться случаем, кто в эфире, у кого есть вот все инструкции на двухфакторную, на там верификацию в одном, в другом, в третьем, там с телеграммом что-то еще соединять. У кого есть эти инструкции, если вы не хотите сами в чат выкладывать, пожалуйста, мне в личку скиньте, и я перешлю в чат, для того, чтобы все могли это сделать. А Андрей закрепит вот на канале. Global Star Club. Возможности безграничны.